Теперь я хотел бы ответить на вопрос Сергея Широкова, который задал его без донатов прямо в чате. Что бы вы сделали в подобной ситуации? В подобной ситуации я бы ответил довольно жестко. Для начала я бы снял оккупацию одной прекрасной русской страны. Я бы избавился от оккупации грязными англосаксонскими буржуазными шпионами, наводненную предателями. И всякими нехорошими людьми. Россия. Я бы скинул ермо этого поганого влияния с Россией сначала. Я бы вернул русским Россию. Вот это было бы мне кажется правильным сначала. Да, вот надо сначала взять и позаботиться России о России. И ввести России в Россию гуманитарную помощь. Оказать серьезную гуманитарную помощь России. Чтобы Россия наконец получила помощь от России. Потому что она давно не получала. И разобраться с тем раз и навсегда, почему эта Россия заботится скорее о том, как бы выглядеть перед остальными. Как бы не потерять нос перед остальными. А не как бы не потерять нос перед собственным населением. Когда у нас дороги разбитые стоят и катеры от обстрелов, кратеры от обстрелов ВСУ почему-то находятся не только на границе с Украиной, но и где-нибудь под Челябинском. У меня, кстати, в городе тоже. Отойдешь пару метров от моего дома. Тоже снаряды ВСУ. Прям кратеры. Это снаряды ВСУ, я отвечаю. Это украинцы постреляли по нашим городам. И, по-моему, тоже. Долетело до Урала прямо. Знаете, там все раздерибанино. Прям вот идешь. Это лунный ландшафт после ковровой бомбардировки украинских вооруженных сил и солдат НАТО. Они там засели у нас. Вот когда по нашей стране перестанут долбать эти поганые солдаты НАТО ковровыми бомбардировками. Когда наши дороги будут не походить на ковровую бомбардировку НАТО, когда мы изгоним этих натовцев из нашей страны, тогда, я думаю, можно взяться за тарифы на газ на Украине. Только сначала свои тарифы, надо поработать над ними. Да, и надо еще плохо надрываться во внешней политике, пока у тебя внутри страны все шатается, и твоя экономика всего лишь составляет 1,7% мировой. Я бы хотел начинать крупномасштабный конфликт на границе, когда моя экономика составляет где-то 10-20% мировой. Вот примерно в этом случае я бы вполне себе спокойно и даже более смело поступал и с Украиной, и со всеми остальными странами. Но пока ваша экономика 1,7% и вы не способны ничего не производить, кроме того, что не поставляет вам тайваньские микропроцессоры или, например, какие-нибудь особенно серьезные американские аппараты по вычислению высоты для самолетов, аэрофлота. Я думаю, что вам не стоит махать пипипкой перед мировым сообществом. Я не против махать пипипкой. Поймите меня правильно. Я за то, чтобы махать пипипкой, когда у вас есть чем махать. То есть, чтобы не было стыдно. Обычно мы оголяем свои внутренние инстинкты, когда мы уверены в себе, когда мы чеды. А никогда мы, старые советские деды, не в форме, у которых Кавказу дань еще не выплачена, а на регионах бастуют всякие непонятные среднеазиатские нелегалы с чумными странными лицами. И наши региональные губернаторы беседуют с этническими диаспорами, как с какой-то властью в регионе. Они говорят, что это вы, русские, плохие. Надо поговорить с диаспорами, чтобы они получили вас манером. Вот. И потом можно показывать что-то всему миру. Вот когда это будет нормально для экономики, вот тогда можно показывать всему миру. Я подчеркиваю, я не против показывать. Даже очень хорошо, но отстаивать свою пипипку нужно, когда у вас есть для этого ресурсы. Когда вы накопите их, когда вы будете сильны, когда вы сможете на эти санкции чихать, когда ваша Мосбиржа не падает на 25% после очередного геополитического переможного прорыва, вот тогда можно вполне себе начинать все, что вы хотите. Тогда вы можете себе позволить говорить о том, что вот там что-то неправильно. И да, кстати, вот. И тогда я мечтаю, чтобы президент русской страны наконец обратился к гражданам Украины с абсолютной правдой, сказав, что у них действительно не работает правосудие, оно под американцами находится. Когда у нас хорошее правосудие и защищает оно наших людей. Когда наш русский президент сказал бы, что украинцы, у вас цены на газ взлетают. Когда у нас бы цены на газ были в ноль, потому что мы газовая страна. Я бы хотел, чтобы русский президент говорил украинцам, у вас демократы, всякие либерасты разворовали страну. У вас коррупция, когда у нас у самих коррупция была побеждена или не заведена до какого-то символического состояния. Я бы хотел, чтобы русский президент обратился к украинцам и сказал, что у них там гражданская война, вы не можете сами собой управлять, когда мы сами смогли бы собой управлять. И когда бы у нас не было этнических террористических государств на границах с нами, которые еще и дань просят от нас. Не хотелось бы, знаете, вот этого хотелось бы. То есть, чтобы русский президент сказал правду, да, и у вас нету свободы и демократии. Поэтому сейчас мы принесем вам несчастную свободу и радость и конфеты и сникерсы на наших крыльях бомбардировщиков. Сейчас вот не томитесь, поддержка скоро придет. И хотелось, чтобы в этот момент украинцы не кричали, там, Путин, кто не скачет, он не москале, ваша осмешка не залишится непомеченной. Вместо выкриков, ора и дрязгов они бы мечтали стать частью нашей страны. Но это, как вы понимаете, не нынешний случай, когда какой-то непонятный советский президент говорит, что у вас коррупция. Страшная коррупция. Господи, деда, ты не туда воюешь. Ты сам возглавляешь коррупцию. Мне непонятно, против кого это Путин там выступал в этой речи. Деда, ты сам за коррупцию. Против кого ты воюешь? Как ты смеешь это говорить? Так коррупция. И там нечестные суды под контролем американцев. А у нас нечестные суды под контролем наших. У нас насаживают на бутылку. Так насаживают свои. А вот там бездуховные солдаты НАТО насаживают на свою бутылку. Вы что, хотите свою бутылку или чужую бутылку НАТО? Вот выбирайте. Я не знаю, что выбрать, знаете. Я просто... Я не знаю, что выбрать. Просто альтернатива не прельщает. Прям шикарные перспективы есть у этого путинского русского мира. Шикарные перспективы.